Некоторые первым делом утром идут в душ, чтобы взбодриться, а другие не могут уснуть без расслабляющего вечернего душа. А как нравится вам, как правильно? Что ж, у врачей есть ответ, и вы скоро узнаете все подробности. Но прежде чем вы узнаете как, когда и почему, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться с Эдми. Но для начала забавный факт. Душ, который мы знаем сейчас, с современным водопроводом в красивой ванной и горячей водой, не был распространен до 1930 года. Да, душ совсем недавнее нововведение, только задумайтесь. Перед этим люди принимали ванну даже не каждый день, как большинство сегодня. Существовали на самом деле более примитивные версии душа еще в Древней Греции, Египте и Риме. Сразу стало интересно, а когда Клеопатра принимала душ? Хм... Но вернемся к нашему вопросу. Когда все-таки правильно принимать душ? Официальная рекомендация примерно за 90 минут до сна. Я знаю, о чем вы думаете. Откуда они взяли такое точное число? Что ж, оказалось, эта точность связана с первой научно доказанной причиной, почему стоит мыться именно перед сном. Да, спать, дремать, храпеть. Как бы вы ни назвали, душ поможет вам с этим. В Гарвардском университете проводили исследование, подтвердившее теорию «теория 90 минут». И это абсолютно логично. Наряду с расслаблением, это связано еще и с явлением под названием «циркадный ритм». Национальная организация сна определяет циркадный ритм как особый тип внутренних часов, которые не переставая тикают в нашей голове. Они ответственны за регулирование периодичности сна и бодрствования через правильные временные промежутки. Это еще называется кругом сна. И он лучше функционирует, если перед сном принять душ. Как объясняет доктор Дженет Кеннеди, психолог и эксперт в области сна, благодаря циркадному ритму, регулирующему процессы, ваше тело естественным образом охлаждается, когда приходит время ложиться спать. Но если вы примете душ перед сном, то повысите температуру тела. Довольно парадоксально, верно? Подождите, давайте я все объясню. Так как температура тела выше, а все из-за горячего душа, тело быстрее охладится, таким образом подготавливаясь ко сну. Так что, принимая душ перед сном, вы стимулируете естественные процессы организма, а именно понижение температуры тела. Было доказано также, что вечерний душ полезен в более теплом климате или в летние месяцы, когда сложнее снизить температуру тела. Но 90 минут – это 90 минут! И если вы слишком долго ждали и решили пойти в душ прямо перед сном, у вашего организма просто не будет времени, чтобы охладиться. А значит, вы получите противоположный эффект, и появятся проблемы со сном. Так что четко полтора часа перед сном. Помните, длительность душа тоже важна. Знаю, теплый пар и расслабляющая вода так и соблазняют остаться как минимум на полтора часа. Но доктор Патрисия Феррис, дерматолог и клинический доцент в Тулейнском университете, говорит, что слишком долго мыться в душе – вредно. Она отмечает, что длительный душ снимает с вашей кожи естественный слой натуральных масел, что может вызывать инфекции и другие проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе. Доктор Патрис советует – не стоит проводить в душе дольше 50 минут. Она считает, что это время лучше сократить. А если вам все еще не хватает аргументов, чтобы сменить утренний душ на вечерний, просто подумайте о преимуществах для психического здоровья. Вы когда-нибудь замечали, что самые крутые идеи приходят в душе? И на то есть причина. Все потому, что душ приносит расслабление. Есть что-то успокаивающее в белом шуме падающей воды, теплоте кожи и мягком давлении капель, массирующих ваши уставшие мышцы. Все это помогает остановить бесконечную гонку мыслей и позволяет смыть себя стресс целого дня. Вместе с открытым чистым разумом приходят и отличные идеи. Вуаля! И да, есть и научная причина для этого. Известный нейробиолог доктор Элис Флеерти считает, что за такие моменты ответственен дофамин, который выделяется во время принятия душа. Чем больше у нас этого вещества, тем креативнее мы становимся. И теплый душ находится на самом верху списка, если говорить об определенных импульсах, провоцирующих выработку этого гормона. Упражнения и вождение, кстати, тоже в этом списке на второй и третьей позиции. Но дело не только в дофамине. Мы также отвлекаемся в душе. А это, как отмечает гарвардский исследователь доктор Шелли Карсон, как раз и есть тот самый необходимый для нашего мозга перерыв. Это очень важное состояние, в котором можно забыть о проблемах и позволить мыслям спокойно блуждать. К тому же оно особенно полезно перед сном, ведь лихорадочные мысли – одна из самых популярных причин бессонницы. Если вы все еще не готовы отказаться от привычного утреннего душа, может быть, вас наконец убедит эта причина. Представьте себе свой обычный день. Вы едете в университет или на работу, перекусываете в кафе или ресторане, заправляете машину, занимаетесь в тренажерном зале, если вам это нравится, или бежите в магазин за чем-то вкусненьким, если вы похожи на меня. Во время напряженного дня вы взаимодействуете с такими компонентами и веществами, как пыль, пыльца, пот, микробы. И еще бог знает чем. В момент, когда вы выходите после утреннего душа и до того, как ложитесь спать, все это копится на коже и волосах целый день. Неужели вам не захочется смыть себя всю эту гадость перед тем, как ложиться спать? Это ведет к еще парочке причин, почему стоит принимать душ вечером. Все дело в вашей коже. Если тщательно мыть лицо и тело вечером, это не допустит появления акне и даже предотвратит возникновение аллергии. Довольно очевидно, что будет, если не сходить в душ перед сном. Но вы знаете, спать во всей этой накопившейся днем грязи. Очищение лица и тела перед сном позволяет смыть весь жир, пот, микробы и омертвевшие клетки кожи, так что вы уснете свежим. Это также позволит наилучшим образом регенерироваться клеткам кожи в ночное время. Если у вас есть аллергии, это крайне важно. От этого зависит, сможете ли вы дышать носом, когда спите или нет. В любом случае, ваша кожа скажет вам спасибо. И раз уж речь зашла о коже, помните все эти уходовые средства, на которые вы тратите ползарплаты? Вечерний душ позволит вам получить больше преимуществ от этих продуктов. По данным Американской ассоциации дерматологов, мази, крема и лосьоны работают, удерживая влагу в вашей коже. Как вы, возможно, знаете, уходовую косметику надо наносить на чистое сухое лицо. Что ж, если использовать эти продукты после вечернего душа, шанс, что они полностью впитаются за 7-8 часов сна, сильно увеличивается. Так вы не сможете негативно повлиять на их действия, не сотрете с лица во время тренировки или при нанесении макияжа. Чистые волосы, оставленные высыхать естественным путем, еще один плюс вечернего душа, особенно если у вас кудрявые волосы. Вот как-то так, ребята. Кажется, вечерний душ намного лучше утреннего. Крепкий сон и здоровая кожа. Думаю, это стоит того. Особенно и неприятно думать о том, каково спать в скопившийся за день грязи. Фу, как насчет вас? Вы предпочитаете мыться утром или вечером? Расскажите в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк, поделиться им с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы всегда оставаться с Эдми.